Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать в новый влог. Посмотрите, как я разместила вентилятор. Получается очень удобненько. Я здесь лежу и прям вентилятор на меня. И еще здесь у нас новая клееночка. Купили с мамой просто огромный рулон. И теперь у нас везде такая клеенка. Очень классно, аккуратненько смотрится. Предыдущая была совсем старенькая, поэтому вот так вот. А на улице сегодня очень-очень жарко, поэтому мы собираем вещи и завтра едем уже в город. А этот все ест. Бублик мамин. В этот раз я решила ничего не оставлять в деревне, а забрать все свои вещи в город. Стиральная машина в городе стирает гораздо лучше и безопаснее для вещей. Поэтому в деревне я предпочитаю даже большинство вещей стирать вручную. Но, естественно, ручная стирка не сравнится с машиной. Поэтому все вещи берем в город, постираем, погладим. А лучше вообще частично поменять гардероб, потому что мне надоело ходить в одном и том же. Да и вообще шкаф у меня переполнен летними вещами, которые нужно носить, а лето уже заканчивается. Не знаю, только у меня такое ощущение или у вас тоже. Но почему-то в этом году лето как-то очень быстро заканчивается. Я просто не могу поверить в то, что половина лета уже позади нас. Возвращаясь к вам спустя 4 дня. Я только что проснулась. Вчера уснула в 5. Целый день вчера работала. И целую ночь. И мама каждые полчаса заходила ко мне в комнату. Точнее, я спала здесь. Мама спала у меня в комнате, потому что здесь кондиционер. Здесь лучше ловит интернет. Поэтому я решила спать в этой комнате. Мы как бы с мамой немножко поменялись. Твикс тоже переехал сюда. И, в общем, целыми днями я работаю. И мне это очень нравится. Мне доставляет огромное удовольствие. Вот только мама постоянно меня жалеет. Мама говорит, да пожелей себя, да поспи, да всех денег не заработаешь. И так далее. Постоянно, короче, меня подстрекает. Но я считаю, что если ты ставишь перед собой цель, никогда в жизни не жалейте себя. Работайте на все сто. Этот диван, кстати, безумно просто удобный. Я себе постелила простыню и прям вот так под кондиционером спала. А время у нас пол первого. Кстати, еще я сделала новый заказ Шейна. Вот такой костюмчик. Я вам, правда, все показывала в инстаграме. Но я знаю, что не все из вас есть там. Еще вот такая маечка. Безумно просто жду свой заказ. Здесь столько всего интересного. Очень много мелочевки. Эта кофта, мне кажется, будет очень классного материала. Обязательно сниму для вас распаковочку. Хочу немножко в другом формате снять. Без лица, просто чисто руки. И как я распаковываю и все это дело показываю. Посмотрим, понравится ли вам или нет. Взяла просто кучу чехлов для 14-го айфона. Вот этот чехол, например, стоил всего 1 доллар. А у нас в городе около 7-8 долларов за один чехол нужно будет выложить. Особенно если у тебя последний айфон, эти чехлы стоят дороже. Еще здесь выбрала силиконовые. Кстати, вот эти силиконовые есть по доллару, а есть за 4 доллара. И вот те, которые за 4 доллара, они не пачкаются. Поэтому советую заказывать их. Но подробно обязательно все будет в видео. Я прям жду с нетерпением. Сегодня я буду, наконец-то, снимать мукбанг. Посмотрите, какой у меня здесь бардак. Сейчас нужно взять один из тональных. Я, наверное, возьму Мишу, потому что я конкретно подзагорела. А здесь я как раз-таки промахнулась и взяла 21-й оттенок вместо 13-го. Сейчас он мне подходит идеально. Беру вот эту палетку от Makeup Revolution. Это прям моя гордость. Осталось всего 2 оттенка, которые я никак не закончу. Две мои любимые матовые помады. Вместе получается очень классно. Ну и погнали краситься. Ну и по традиции, естественно, на фоне у меня Дом 2 старые серии. Это еще когда там была семья Гибаловых. Было очень интересно. Слава богу, на YouTube есть каналы, которые публикуют старые серии. И даже не целиком, а про конкретного героя и всю его историю нахождения на проекте. Что касается свежих серий моей любимой телестройки. Последние 2 недели смотреть невозможно, потому что набрали игроков. Это люди конкретно, которые пришли на Дом 2 работать. Нет абсолютно никакой искренности. Прям чувствуется, что люди просто делают движуху и это смотреть абсолютно неинтересно. Хотя в комментариях все пишут об этом, но мне кажется, руководству просто плевать. Но это лично мое мнение. Вы можете со мной не согласиться. Пишите в комментариях, если ваше мнение отличается от моего. Чем постоянно перематывать эфиры. Я решила для себя найти альтернативу и с удовольствием смотрю. Макияж, конечно, творит чудеса. Красота просто. Я, кстати, частенько вас прошу задать мне интересные вопросы в Инстаграме. Но недавно я заметила одну особенность, что оказывается не у всех есть Инстаграм. И я в один день даже хотела продублировать все истории, которые я публиковала в Инстаграме. Хотела продублировать сюда в Ютьюбе. А потом обнаружила, что оказывается этой вкладки больше нет. Раньше в Ютьюбе можно было ставить истории, но видимо блогеры не особо этим пользовались. Поэтому это убрали. Это, конечно, очень жалко. Я сохранила все свои истории, а потом обнаружила, что здесь их невозможно опубликовать. Но зато здесь есть прямой эфир. Выйти в прямой эфир здесь в Ютьюбе. Если вы за, то обязательно пишите в комментариях. Также обязательно под этим видео задавайте интересные вопросы, которые мы с вами можем обсудить на Макбанке. И дело, кстати, не только в том, что в России, например, Инстаграм как запрещенная соцсеть идет. И в нее нужно входить только с VPN. Даже здесь есть люди, которые не используют Инстаграм. Я немножко, если честно, от этого в шоке. То есть я не думала, что так много людей не пользуются Инстаграмом. Но эти же люди смотрят меня в Ютьюбе, пишут классные комментарии. Поэтому обязательно будет прямой эфир для вас. Для вас прошла одна секунда. Я успела снять Макбанк, смонтировать и даже его выложить. Осталось сделать обложку и даже можно публиковать прямо сегодня. Видео получилось достаточно длинное, 21 минуту. Но там просто было много еды и я все доела до конца. Так, сейчас со скоростью света нужно сделать обложку. Поставить рекламные паузы. Когда слишком часто реклама, это жутко раздражает. И хочется прям сразу выключить видео. Я не знаю, как у вас. У меня это так. Поэтому ставлю не так много. Здесь видео все-таки длинное. Если не трогать, то Ютьюб сам автоматически размещает эти рекламы. И размещает их очень плотно. Поэтому я делаю чуток пореже. У меня уже столько видео на канале за эти 5 лет. Кстати, скоро будет 5 лет, как я веду Ютьюб-канал. Есть одна песня. Песня Кати Адушкиной, Beauty Bomb. Если не слушали, послушайте ее обязательно. Я помню, как я ее включила. И вот так вот у меня на телефоне стояла эта песня. И я создала себе аккаунт. Точнее, аккаунт у меня уже был. Я просто создала себе канал. И сразу же опубликовала видео. И в тот момент я просто мечтала, чтобы у меня было хотя бы 10 тысяч подписчиков. И порой, чисто случайно, когда я слышу эту песню, у меня такая, знаете, ностальгия и мурашки по коже. Я понимаю, о чем я мечтала тогда. Да, сейчас я это имею. И порой мы не ценим то, что мы имеем. Но оглядываясь назад, можно понять, насколько многого мы с вами добились. Так, сейчас нужно решить вопрос обложкой. Как я делаю обложку? Возможно, вам интересно. Во время съемки видео я просто встаю так, как мне нравится. Так, как я выхожу красивее всего. А потом вырезаю из видео этот моментик. Немножко добавляю яркости. И все. С телефона ставлю обложку. То есть, ничего сложного. Я, кстати, сейчас общаюсь с Ипошей. Я хочу забабахать очень классный мукбанг с роллами. И дело не в том, что я хочу очень много роллов, одинаковых, как обычно и так далее. Нет. Я хочу интересные роллы. Но кто живет в Баку, тот наверняка знает. У нас здесь в доставках, в ресторанах плюс-минус везде одинаковые роллы. И найти какие-то действительно интересные и необычные, это целый квест. А если даже ты найдешь, я не знаю, закажу я там, придут ли они в таком виде, как на фотографии. Потому что очень много раз было такое. Я велась на рекламу в Инстаграм. Видела вроде роллы нормальные, а приходили какие-то малюсенькие или совершенно не такие, как на фото. Поэтому я решила переговорить с Ипошей. Потому что их роллы мне безумно нравятся. Я знаю, как они ответственно подходят ко всему этому. И решила заказать у них. Пусть будет эксклюзивный какой-то сет, чистый для меня. Мы сейчас обговариваем детали. Я просто очень хочу роллы с авокадо, например. Раньше мне часто в комментариях писали, что эко-роллы постоянно одни и те же. И я понимала, что надо что-то менять. Но в последнее время мне никто об этом не пишет. Наоборот, все очень рады, когда я публикую видео. Получаю огромный заряд энергии, когда читаю комментарии. Мне, честно, очень приятно. Вообще нет негатива. Я боюсь, с одной стороны, сглазить. Потому что, когда я так говорю, появляется негатив. Но я надеюсь, что такого не будет. Но мне реально очень хочется сделать для вас хороший контент. Не просто, знаете, на отвали. Сделала, опубликовала, видео есть. И все, отстаньте от меня. Я по-любому знаю, что роллы, они набирают хорошие просмотры. Особенно, когда роллов много. Но мне хочется сделать классный стол с необычными роллами. Таких, каких у меня не было. И вот сейчас мы думаем, что как с чем сочетать. Супер какие-то, знаете, экзотические вещи я не люблю. Но хочется, чтобы красиво это все выглядело. Поэтому посмотрим, что у меня получится. Обычно, когда я очень сильно стараюсь сделать классный мукбанг, в конце получается какая-то фигня. Я помню, на 300 тысяч или на 250 тысяч я прям очень старалась. Сделала крутой стол. И в конце, вы знаете, он не получился как праздничный. Он получился просто неплохой стол аппетитный. Но это не было как-то празднично. Лучше был бы какой-то торт или что-то другое. Я получила очень много плохих комментариев. Надеюсь, что в этот раз такого не будет. И я буду вовсю стараться. Жизнь моей мечты выглядит вот так. После приезда в город он постоянно лежит. И вот это, кстати, его любимая игрушка не особо помогает. Он так не особо за ней бегает. Вот. Просто наблюдает. В общем, очень ленивый стал в последнее время. Я не знаю, насколько это нормально. Может быть, он просто устал в деревне. Но самое главное, ест просто как три мужика. Весь в маму. Он прописался в комнате, где есть кондиционер. Мне кажется, я его так задрала со своей любовью. Мамина счастье, мамин, уродость. Ну как мама может от тебя отказаться? Смотрите, как классно я припарковала свою булочку. В этот момент самое главное не уронить камеру. Вот моя булочка. И посмотрите, какая свалка там. Сейчас я вам приближу. Каждый оставил машину там, где удобно ему. Это двор, кстати, моего брата. Он тоже самое делает всегда. Вот я очень люблю, когда между машинами оставляют хотя бы небольшое расстояние, чтобы можно было спокойно открыть дверь. Тупость, уровень, бок. Что я купила? Лампу. Дело в том, что вот эту мою лампу, черную, матовую, я ее оставила в деревне, чтобы каждый раз с собой не таскать. И решила в городе купить себе новую. И вот такую классную, новенькую я себе купила. И потом вспомнила, что оказывается у меня в городе есть еще одна лампа. А вот и она. Я просто не понимаю, как я могла забыть про ее существование. Вот такая беленькая. Здесь, правда, ножка немножко хрупкая, но ничего, пользоваться можно. Поэтому, наверное, черную оставлю также в коробке. На всякий случай, на пожарный случай. А буду пока что обходиться вот этой. Она классная. В шкафу Итаки и без этой лампы нет места. Вот. Положу я ее куда-то вот сюда. Что я планирую делать сейчас? Я хочу поснимать шот с ролики. И для этого мне нужно сделать здесь порядок. Потому что один из кадров будет, как я открываю и беру отсюда косметику. Поэтому здесь надо прибраться. По идее, шот с ролики особо такого дохода мне, честно, не приносят. Но у меня в голове есть семь идей, которые я записала в блокнотик. И я их потихоньку должна воплощать в жизни. И сегодня хочу начать. Вообще, почаще надо делать уборку в своем комоде. Потому что, когда я начинаю рассматривать, сколько всего у меня есть, я вспоминаю про средства, которыми очень давно не пользуюсь. Куда делась крышка от этой тоналки, от Риммель? Непонятно. Да и вообще, я люблю собирать косметичку на месяц. Например, вот в таком органайзере все средства, которые мне необходимы для макияжа. Те средства, которыми я планирую пользоваться каждый день. Или которые хочу добить. Я не знаю, интересно ли вам смотреть вот такие косметические разборы. Я просто их обожаю. Особенно, когда это делает мой любимый блогер. В общем, вот в таком органайзере у меня будет косметичка. Я хорошенько его протираю и покажу вам все средства, которыми я буду пользоваться на постоянной основе каждый день. Несмотря на то, что у меня достаточно много тональных, я хочу взять в косметичку этот коллаген. Он в 13 оттенке, но несмотря на это он мне был достаточно темный и немножко даже желтил. А сейчас я подзагорела и он подходит мне идеально. Что касается палеток, у меня естественно вне конкуренции вот эта палетка от Makeup Revolution. Здесь осталось всего два оттенка. Сегодня тоже я делала макияж именно с этой палеткой. Очень хочу ее закончить. Хайлайтер тоже достаточно заюзанный от Makeup Revolution. Здесь даже немножко видно донышко. Но здесь просто огромный объем. Я уже ровно полгода пользуюсь им и никак не могу закончить. Думаю, как минимум два года мне еще нужно, чтобы закончить это средство. Последнее время брови я оформляю вот этой палеткой. Это от Essence All About Roses. В Essence у меня еще есть вот такая палетка, которую я тоже хотела добить, но она у меня упала и немножко подразбилась. Я хочу переспрессовать вот эти оттенки, которые разбились и продолжить ею пользоваться. Меня очень мучает совесть, когда я просто выбрасываю косметику. Короче, не получилось ее переспрессовать. Уже оттенки между собой перемешались. Я вот эти окрошки просто выбросила. Но, к сожалению, уже это средство в пустые баночки я не могу включить. Потому что хоть 20% этого средства было просто выброшено. Поэтому пока что просто оставлю. Сюда же отправляю мою любимую пудру от Maybelline. Два моих любимых карандаша от Miss Alice. Любимая тушь от Essence. Помада в безумно красивом оттенке от Evelyn. Очень красивый и достаточно темный оттенок помады от Sleek. Что-то у меня камера все никак не хочет фокусироваться. Ну и кое-что под мелочи. Пока я тут снимала шот с ролики, мама нам приготовила ужин. Пожарила мясо, фарш с макаронами. Сейчас будем кушать самая любимая часть дня у меня. Если вдруг мне захочется открыть окно. Очень громко поют, честно. Но сегодня, кстати, не так критично, как обычно. Обычно как будто у меня дома поют. Даже при закрытом окне. Но сегодня что-то они молодцы. Убавили. Поэтому окно закрываем и включаем кондиционер. Фокус вечно теряется. Мама теперь перестала кушать после шести. Поэтому ужинала я одна. Затем у меня была вечерняя рутина. Сняла макияж. Сделала масочки. Немножко ухода. И легла спать. Перед тем, как заснуть, закончив все эти ванные уходовые процедуры. Я включаю, естественно, телевизор. Ютубчик. У меня на фоне что-то там играет. Кто-то там болтает. А я сама в телефоне, в шейне или на других сайтах. Онлайн-шоппинг это вообще мое больное место. Как же я обожаю что-то покупать, выбирать и так далее. Как-то нечаянно наткнулась на раздел с сумками. Обычно там всегда очень дешевые какие-то варианты. И недавно я увидела новый раздел в шейн, где качественные сумки. Они стоят около 40-50 долларов. Но выглядят просто потрясающе. И мне хочется заказать себе одну такую сумку. Но большинство все-таки сумок на шейн стоят около 5-6 долларов. Но ожидать что-то супер качественное, классное даже не стоит. На этом, пожалуй, я уже буду завершать этот влог. Вам огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я постаралась показать вам свой обычный, обыденный день. Не забывайте подписываться, ставить лайки и обязательно писать что-то в комментариях.